центральная комиссия здравствуйте здравствуйте поздравляю с днем выборов вас спасибо большое скажите как они проходят эксцессы были не были представьтесь пожалуйста андрей паук владимирович добрый вечер андрей владимирович все ли нормально проходит переживаю просто сейчас не в беларуси не могу контролировать этот процесс не то не волнуйтесь выборы проходят штатном режиме лукашенко снова выберут депутаты палаты представителей депутаты местных советов депутатов а так лукашенко уже не выберут на этих выборах на сегодняшних ну слава богу хоть когда-то его не выберут просто я радуюсь кто не баллотировался не баллотировался зря хороший человек хозяйственник крепкий мог бы депутатом побыть в конце концов я конечно жутрирую шучу тут с вами но выборы дело серьезное плохо что мы они проходят не открыто и негласно людям нельзя фотографировать бюллетени нельзя рассказывать за кого они проголосовали почему почему не пошли на выборы это какая как-то не делает чести нашему государству и дискредитируют его в глазах международного сообщества знаете что у нас избирательным законодательством предусмотрена запрет фотографировать заполненный бюллетень вместе с тем вести видео фотосъемку на избирательных участках можно с согласия предсказательной комиссии понятно если комиссия не согласна то что надо делать тогда немедленно прекратить фото и видеосъемку а чем они руководствуются к честку ну председатель комиссии отвечает за безопасность и соблюдение правил на своем участке поэтому если ему покажется вам покажется то он может конечно руководствуется в том числе внутренними ну то есть когда александр лукашенко хорошо когда александр лукашенко дает пресс-конференцию и комментарии на избирательном участке там много журналистов и камер то это можно делать у нас александр григорьевич лукашенко проголосовав велась с разрешение председателя участковой комиссии это видеофиксация никаких нарушений избирательного законодательства неба да вот а если какой-то другой человек захотел бы снимать а то ему бы запретили да нет председатель комиссии сам решает так это подождите тут у нас же есть закон ну я понял что правило все равны и коля может расходить с боевым оружием в средь бела дня это конечно очень хорошо а мы не можем я тут про что это у нас есть конституция которая в которой сказано что выборы проходят открыто и гласно и у нас есть председатель комиссии который запрещает себе показывать открытость прохождение выборов запрещая снимать на избирательном участке в то время как лукашенко можно и камеры видеонаблюдения тоже фиксирует весь процесс я тут просто вот у меня просто опыт был такой так я жалуюсь вам было запрещено вести фото или видеосъемку я не понимаю предметы вашей жалобы да было запрещено но я все равно вел на каком избирательном участке вам было запрещено но это еще ни разу за вторальную кампанию не было ни одной жалобы ни от одного гражданина о том что ему было запрещено вести фото или видеосъемку ну я про двадцатый год говорю когда были срочные выборы вопрос и относится только к текущей кампании и к разъяснению избирательного законодательства понятно прошлой электоральной кампании мы с вами здесь обсуждать не можем и разъяснять я вам их не могу да да а вы извините как вас зовут шестонова полина александра а мы с вами уже общались очень милая и смелая девушка между прочим вы даже вы сейчас общаетесь с главарем экстремистского формирования и даже не задумываетесь о последствиях такого разговора честь вам хвала за это просто просто ирина николаевна до полина александра полина александра на полина александра на извините полина александра на у нас у граждан республики беларусь и у международного сообщества большое недоверие вообще к тем выборам которые при лукашенко имели место быть мы очень недовольны вот этим процессом и сейчас мы на сегодняшний день очень скептически относимся полина александровна к тому что происходит вот потому что вы а кстати на наше право то не реализовали проголосовать за рубежом вот как-то конституция написано что гарантируется покровительство а вы не могем вот я хочу но не могу поэтому остается вот вам звонить и жаловаться вы знаете что на образование участков для голосования за рубежом мы орган правоприменяющие неправоустанавливающий поэтому вот надо бы ну вот надо бы чтобы как-то вот чтобы мы же хотим мы что же граждане мы это нам же гарантируются эти права и предложение если вы не то вы можете вас и пятидесяти тысяч граждан количество не менее пятидесяти тысяч граждан вы обладаете прав на инициативы вы можете подготовить проект закона который носит изменения в избирательный кодекс и и направить его в палату представителей чё правда так можно на статья конституции дает вам право законодательной инициативы подождите статья 99 сейчас уточню конституции республики беларусь руб я как-то вам не могу поверить с ходу сейчас проверим так право законодательной инициативы принадлежит президенту вообще-то написано потом депутатам палаты представителей совету республики правительству а также гражданам в конце обладающим избирательным правом в количестве не менее 50 тысяч человек и реализуются в палате представителей действительно вы специалист такую интересную статью подсказали так скажите если нас 50 тысяч зма горов из-за этого из-за рубежа из-за бугра напишет вот такое вот и предложение такой инициативы то ее рассмотрит обязательно андрей владимирович понимаете что горячая линия создана для того чтобы разъяснять гражданам и всем интересующим вопросы избирательного законодательства ваши вопросы это уже вопросы нормотворчества поэтому я не могу вам давать по данным вопросам поэтому если у вас нет вопросов в рамках текущей электоральной кампании или избирательного законодательства а то тогда ничем не могу вам помочь хорошего вам вечера вы мне уже помогли просто жалоба есть что мы не можем реализовать за границей вот это право проголосовать за любимого депутата к сожалению такое требование закона но орган правоприменяющий инициативы не обладаем поэтому ну так это же дискредитирует республику беларусь в глазах международного сообщества как так выбор это праздник понимаете люди выбирают свое будущее судьбу они с радостью готовы отдать свой голос этому самому честному нет таких же посадят если приедут лукашенко же так не любит когда свое мнение кто-то говорит что он хочет что все сидели в тюрьме и никто не вякал против него это же тоже никуда не годится это же диктатура называется вообще-то а диктатуру мы избегаем потому что диктатура это нелегитимная власть система власти а мы же хотим все легитимными быть в этому выбору устраиваю так а зачем устраивать выборы когда надо все закрывать не давать возможность беглым змогарам за границей проголосовать в чем тогда смысл андрей владимирович вам разъяснить текущее избирательное законодательство не ну понятно что знаете полина александровна это понятно даже не отправляйте меня туда полина александровна у нацистской германии тоже все было законно там законы были холокост был закон не там убийство казни законно все было но это же не значит что это справедливо закон не есть справедливость не есть здравый смысл понимаете о чем я вот вы на закон ссылаетесь да это же не означает что закон улучшает наше качество жизни он конкретно лукашенко улучшает а нас совсем не улучшает вы знаете что когда подготавливались изменения в избирательный кодекс избирательный кодекс был вынесен на общественное обсуждение на правовом форуме желающий мог зарегистрироваться и оставить свои комментарии или пожелания какие-то статей поэтому всегда такие проекты актов законодательства выносятся на общественное обсуждение что правда серьезно и что если бы люди сказали бы что лукашенко не президент уходи это что принял бы лукашенко такой закон такой мы говорим о разных вещах нет мы говорим о похожих вещах я вам говорю про избирательный кодекс это закон который можно изменить да связи с с не менее 50 тысяч вот этих подписей или желающих изменить так это же любой можно изменить закон так правильно и вот больше 50 тысяч людей скажут лукашенко уходи так что лукашенко послушается скажите пожалуйста вы понимаете что мы разъясняем только текущую электоральную избирательное законодательство действующие вопросы которые поднимаются вашем обращении являются некорректными и давать разъяснения на эту тему но нож за одно цепляется полина александровна одно за другой цепляется вот вы сказали статья 99 вот если вам не нравится что вы не можете проголосовать за рубежом так пишите вот согласно конституции обращение не менее 50 тысяч человек чтобы изменили законодательство ну вот право законодательства готовить проект законы внести в установленном порядке представителей которым он уже пройдет все остальные законодательные стадии так это как этот выглядит формат это мы пишем как подпись оставляем либо заявление каждый как это уже не избирательное законодательство поэтому давать разъяснение могу только в рамках избирательного законодательства не относится к компетенции центральной избирательной комиссии услышьте пожалуйста ну так я по компетенции вам сказал следующее что я не могу сегодня сегодняшний день проголосовать в литве за понравившуюся мне депутата да такое требование избирательного законодательства это дискриминация я считаю мы действующие действуем в рамках законодательства поэтому ничем не можем закон ущемляет наши права которые гарантируют нам конституции тем самым дискредитируется образ это самую республики беларусь в международном сообществе перед международным сообществом и в наших глазах мы теперь не доверяем власти такой таким законам не доверяя мы хотим другого президента другой доли для белорусов древодины данный электронный депутат и палата представитель так это же непосредственно относится к депутатской деятельности вот они прислушаются к таким как я корректными вот они так таким как я избирателям прислушаются вообще нас много таких вот эти депутаты которые сейчас будут выбраны или назначены они будут к таким как нам прислушиваться они же будут в угоду лукашенко его облизывать и оправдывать по всяческому а мы им не нужны и мы им нужны только чтобы сидеть в тюрьме вот я что хочу сказать понимаете полина александровна вы заложник этой системы вот вы работаете на этих негодяев мне вас жалко и хочется спасти андрей владимирович ваши высказывания некорректны поэтому если у вас больше нет вопросов к центральной избирательной комиссии в рамках действующего законодательства и действий текущей электоральной компании а как карпин это карпенко позвонить главарю вашему вы можете попасть только на личный прием председателю по вторникам и четвергам я на личный прием к нему попаду когда он будет в тюрьме сидеть вот тогда приду на личный и владимир ваше высказывание некорректны я как лукашенко как а озаренка слышали я вот как у озаренка я же все это же все ягодки озарена как любит говорить корректно я же у него научился как вам озаренок полина александровна хороший хлопец вышли бы за него замуж и владимирович только текущее избирательное законодательство ладно не буду вас уже больше насиловать вот такая милая девушка дай бог вам процветание стабильности чтобы в эти гоминиды и вам ничего не сделали спасибо большое полина александров до свидания всего вам доброго андрей владимирович до свидания